Привет, друзья! Сегодня мы посмотрим, как нам подключить GALP-LESS. Давайте для начала обратимся к документации. GALP-LESS Basic Usage. Установка и стандартное использование. Давайте вернемся к нашему проекту. Проверим, что все работает. Все, что мы сделали с вами в прошлый раз. Если вы присоединились к нам немного позже, вы можете скачать репозиторий с готовой сборкой GALP-а. Он находится в комментарии к предыдущему видео. Давайте начнем. Остановим наш старт. Останавливается команда. Ctrl-C. Прекрасно. У нас все установилось. Дальше мы можем посмотреть Package JSON и увидеть, что GALP-LESS у нас стоит. Замечательно. Давайте теперь его подключим. Здесь у нас написано, что нам нужно подключить лес. И нам нужно подключить паз. Подключили. Дальше у нас есть Global Path. Наш объект, который хранит наши пути. Давайте полностью избавимся от CSS. И поэтому будем использовать тот же самый путь. Stylesless и так далее. Сохраняем наш файлик. Так, замечательно. Дальше переходим в нашу настройку. Здесь нам написано, что плагин используется вот так. Копируем. И вставляем. Напомним, что просто он у нас не заработает, потому что у нас пути находятся в объектах. Сохраняем. Здесь давайте мы с вами переименуем. И попробуем воспользоваться какой-нибудь простейший лес. Структурой. Display Flex и текст у нас Color Green. Далее мы заходим в наши старые стили и удаляем. Для чистоты эксперимента. И теперь запускаем наш галп старт. Запустили наш галп старт. И напишем здесь Yellow. Лучше Грея там плохо видно. Вот. У нас все работает, все запустилось. И в стилях теперь мы видим, что у нас используются как галп лес, так и галп автопрефиксер и Clean CSS. Прекрасно. Спасибо за внимание и до новых встреч.